18 января православные отмечают крещенский сочельник, который называется «На вечерие крещения Господня» или «Богоявление». Ввиду особенных предписаний церковного устава проводится необычная служба. Сначала литургия, затем Великая Вечерня, по завершению которой духовенство освящает воду великим чином. Торжественную церемонию по этому поводу в Богоявленском храме столицы Черноземья провел глава Воронежской митрополии, митрополит Воронежский Ильискинский Сергий. Сочельник «Великое освящение воды» называется так по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога воплоти. Вода эта называется агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава с XI-XII веков водоосвящение происходит два раза. Сначала в крещенский сочельник и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается. Я хотел бы вас приветствовать всех с престольным праздником, Богоявлением Господним. Мы сегодня слышали Святую Евангелие о крещении Христа Спасителя нашего, о Иоанне Крестителе, который крестил на берегах реки Иордан. И мы знаем, что Церковь Божия установила таинство вхождения в Церковь через водное крещение каждого человека. И это берет начало от события крещения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И мы должны с вами помнить об этом великом и славном торжестве Вселенской Церкви. Когда это событие происходило, то природа реагировала на это действие, а Сам Господь и Дух Святой явились во время крещения на Христе Иисусе. И это было явление Святой Троицы на земле, и все люди свидетельствовали об этом. И это проявление любви Божьей к человечеству. И каждому из нас, потому что каждый из нас крестился в тупере крещения, и каждый из нас давал обеты, или сам, или будучи младенцем, восприемники за Него давали, о том, что Он вырастет человеком нравственным, человеком, который будет руководствоваться своей жизнью и евангельскими истинами. И это приведет нас к цели, которую мы все должны достигнуть. Возвращение к райскому состоянию и вхождение после нашей смерти в рай. Об этом было завечено Богом, и именно с этим был сотворен человек, как существо, живущее в раю и славящее Бога, трудящееся, непрестанно и познающий окружающий мир. Субтитры создавал DimaTorzok